Ирина Кудряшова «Окаянная любовь» Удивительным образом судьба свела их в одном доме. Когда-то он был одним из лучших в поселке, да и потом здесь жилось неплохо. Сталинка, балконы выходили на набережную. Тут давали квартиры тем, кто приехал строить огромную гидростанцию. Причем на первом этаже могла поселиться семья Каменщика, на втором инженера, на третьем электрика. Прошли годы. Те, кто был причастен к стройке века, состарились, вышли на пенсию. Что касается потомков, кто-то переехал в город, который за это время возвели рядом с ГЭС. Кто-то предпочел остаться в тихом зеленом поселке, построил себе здесь особняк. А кто-то до сих пор жил в тех квартирах, что когда-то по ордеру получили родители, дедушки и бабушки. Сергей знал, что скоро ему тоже предстоит уехать, но отнюдь не навсегда. В поселке была только средняя школа, поэтому тем, кто ее окончил, приходилось дальше получать образование уже в другом месте. Но Сергей выучится, получит диплом и вернется. Причина была не только в том, что он не хотел оставлять отца и мать, которых очень любил. Просто в одном с ним подъезде жила Соня. Трудно сказать, в чем крылось обаяние этой девочки. Но еще в ту пору, когда ребята были маленькими и выходили во двор, чтобы поиграть, все тянулись к Соне. В том числе и Сергей, который был несколькими годами старше девчушки. Соня придумывала самые интересные игры, умела рассказывать страшные истории, что так ценятся детьми. Но дело было даже не в этом. Почему-то всем, не только мальчишкам, но и девчонкам, хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы она оценила, восхитилась, похвалила. Девочки могли подарить Соне куколку или бусы, колечко, заколку. Мальчишки козыряли один перед другим, совершая на ее глазах подвиги. Прыгали с крыши гаража, дрались, выясняя, кто сильнее. Соня воровали для нее цветы в соседних палисадниках. Сама же Соня никого особо не выделяла, разве что Кольку. Тот тоже жил в их доме, но в соседнем подъезде. Семья Николая была одной из наиболее неблагополучных в поселке. Отец пил, мать гуляла. Играя с ребятами, Колька нередко затевал что-нибудь по-настоящему опасное. Один раз он позвал всех поджигать тополиный пух. Спалили заодно и соседский сарай. А одному из мальчиков так обожгло лицо, что пришлось обращаться в скорую помощь. Слава Богу, глаза уцелели. Потом Сергей, которому исполнилось уже 13 лет, увидел, что малышня, Кольке и Соня было по 8, пустились вплавь через протоку. По словам Кольки, близ того берега росли красивые кувшинки. Девочка чуть не захлебнулась. Сергей ее вытащил, прыгнул в воду, не успев толком раздеться. Он же потом надавал Кольке за трещин, предупредив, что если еще хоть раз в жизни. С тех пор Сергей старался приглядывать за Соней. Боялся, что благодаря Кольке она снова попадет в какую-нибудь передрягу. С годами девочка становилась все красивее. Невысокого роста, натуральная блондинка с правильными чертами лица. Воспитывала Соню одна мать. Она не могла купить девочке каких-то особенных нарядов, но на ладной фигурке все сидело великолепно. У Сони всегда было больше поклонников, чем у любой другой девчонки в поселке. Мать же ее очень поощряла дружбу дочки с Сергеем. Ты с ним не ссорься, просила она. Не обижай его. Парень хороший, трудолюбивый, семья замечательная. Какого еще жениха тебе надо? За таким, как за каменной стеной будешь. Соня неопределенно дергала плечом. Нет, она не отказывалась сходить с Сергеем в кино. Фильмы показывали по выходным в Доме культуры. Или погулять по набережной. Но порой, забежав к девушке, Сергей узнавал, что ее нет дома. Опять этот Колька оглашенный заехал за ней с утра на велосипеде. И укатили не знаю куда. Расстраивалась мать. Сереженька, ты уж поговори с ним по-мужски, чтобы оставил Сонюшку в покое. Не будет там ничего хорошего. Он уже пить начинает. Я видела. Но настала пора, когда Сергей собрался в институт. Ему было очень тяжело покидать родные места. Соня же проводила его без особой печали. Ну, ты сюда, наверное, и не вернешься, сказала она. В нашем Урюпинске делать-то нечего. Женишься там, а сядешь. Сергей хотел сказать, что других девушек для него не существует, и ни на ком жениться он не собирается. Но промолчал. Его огорчило то, что Соня так легко его отпустила. Парень без труда поступил в институт химической промышленности. В поселке у них шла еще и добыча нефти. И именно в этой сфере он хотел работать. Учеба, практика, студенческая жизнь, насыщенная мероприятиями. Время пролетало быстро. Сергей был одним из лучших студентов. К тому же красивым, видным парнем. Так что от недостатка женского внимания ему страдать не приходилось. Но никому он не ответил взаимностью. Мечтал, что вот вернется домой, станет хорошо зарабатывать, они с Соней поженятся и будут жить счастливо. И дети родятся, и в путешествия всей семьей станут ездить. Да и просто каждый день видеть Соню – это такое счастье. Забирать Сергея из общежития приехали мать с отцом. Сложили вещи, отнесли в камеру хранения. И пока ждали междугородний автобус, зашли в ресторан отметить получение диплома. Родители знали, конечно, что сыну давно нравилась Соня. Но Сергей старался не откровенничать на эту тему даже с самыми близкими. И те думали, что сын уже забыл свою первую любовь. «Об одном жалею, Сереженька», – сказала мать, «Что не встретил ты за эти годы хорошей девушки. Сейчас не один бы домой ехал с женой. У нас ведь там трудно кого-то найти. Молодежь разъехалась. А те, кто остался…» Соню же ты помнишь? Рудакову. Она с этим Колькой окаянным после школы как сошлась, так столько намучилась. Ее мать видеть Кольку не могла. У него дома жить тоже, не дай бог, в этом вертепе. Снимали квартиру. А Николай с наркотиками связался. Нет, сам он наркоманом не стал, сбывал товар. Ну и загремел в тюрьму. Таким срок дают без жалости. Надолго сажают. Его-то загребли, а Соня беременная осталась. И от всех этих переживаний у нее выкидыш случился. Сергей сидел, стиснув зубы. Для другого парня такая весть была бы ударом. Девушка изменила. Предала. Так пошла она. Сергей же отчаянно жалел Соню. Как ей сейчас тяжело. Что можно сделать, чтобы ее поддержать, успокоить? Попадись ему сейчас Колька, он бы его так встряхнул. Рука б не дрогнула. Не успев приехать домой, Сергей отправился к матери Соне, и та дала ему адрес дочери. Женщина чуть не плакала. Чувствовала я, что давно пора было бросить Николая, ведь судьбу моей девочки изломал. Это мы еще посмотрим, сказал Сергей. Увидев Соню, он на какое-то время потерял дар речи. Какой она стала худенькой, бледной. Девушка не работала. Из последних денег она заплатила за квартиру и теперь коротала тут время. Домой она пока возвращаться не хотела, ожидая, что мать будет без конца упрекать ее. Так, сказал Сергей. Немного у меня отложено. Я подрабатывал, пока учился. Сейчас отправим тебя в санаторий. Тебе надо отдохнуть, восстановиться. И чтобы никто тебя не расстраивал. Даже голос у Сони изменился. Говорила она теперь тихо и как бы сама с собой. «Зачем тебе все это надо?» Спросила она Сергея. «Ты же видишь, какая я теперь». «Об этом потом поговорим. Ты и куда хотела бы поехать?» «Мне все равно. Можно и тут остаться. Только хозяйка скоро снова денег потребует, а у меня нет». Сергей понял, что Соня в глубокой депрессии. В считанные дни он подобрал вариант. Хороший санаторий недалеко от поселка, за городом. Вокруг природа, тишина. Он сам отвез туда Соню и каждую неделю ездил навещать ее. За три недели лечения девушка окрепла. Посвежела. Горе все еще тяготило ее. Но чувствовалось, что острая фаза прошла. Сергей поговорил с матерью Соня. И та пообещала не напоминать дочери о прошлом. Так что девушка смогла вернуться домой. А еще через несколько месяцев Сергей и Соня поженились. Родители молодого человека были откровенно расстроены его выбором. «Нет, я не осудил бы тебя, если бы ты помогал Софье как мог», – сказал отец. «Подруга детства, первая любовь, да и просто жаль ее, конечно. Но портит себе всю жизнь?» «Сыночка, родной, не твой этот человек. Не любит и не полюбит она тебя, хоть ты в лепешку расшибись!» – плакала мать. Но Сергей приложил все усилия, чтобы родители поверили. Это единственный возможный вариант. Никто, кроме Сони, ему не нужен. Свадьбу сыграли скромную, фактически в кругу семьи. Даже друзей решили не приглашать, потому что парни и девушки обязательно спрашивали бы у Сони. «Ну как там Колька? Что пишет? Условно-досрочно не отпустят его?» И было за столом два счастливых человека – Сергей и Сонина мама. Родители Сергея сидели, опустив глаза, как на похоронах. На лице у самой Сони читалась какая-то странная обреченность. Сергей планировал работать на предприятии, но его сразу позвали в поселковую администрацию. Молодых помощников совсем не осталось, – убеждал его глава Степанова. «У меня одни старики в подчинении, а ты, видать, поселок наш любишь, раз вернулся сюда. Вот и давай вместе делать его красивым и благоустроенным». Мечта Сергея о своем доме сбылась неожиданно быстро. Степан Федорович предложил ему место под строительство, обещал помочь и материалами. Ничего помпезного и дорогого Сергею не было нужно, а удобный и достаточно просторный дом удалось построить за несколько месяцев. Не заставили себя ждать и дети. Когда Соня окрепла, она родила сына Федора и дочку Настю. Сергей боялся спугнуть свое счастье. Он обожал ребят, берег жену и заботился о ней. Если бы Соня пожелала и дальше не работать, он поддержал бы ее. Но после выхода из декрета она устроилась в магазин. «Не зови ты меня в свою администрацию, не пойду», – сказала она мужу. «Не по моим это мозгам. Я и в школе-то плохо училась, а вот косметикой торговать самое то». Когда сыну исполнилось пять лет, а дочери четыре года, в поселок вернулся Николай. Сергей в душе надеялся, что бывший друг Сони уедет жить куда-нибудь в другое место. Он же наверняка уже знает, что Софья вышла замуж. Зачем же все время попадаться ей на глаза, бередить рану, которая еще не успела окончательно зажить? Однако Николай об этом даже не задумывался. Всякие тонкие переживания его никак не волновали. Он устроился работать сантехником, купил мотоцикл. А потом общие знакомые стали говорить Сергею, что этот самый байк часами стоит возле магазина, где работает Соня. В конце концов и родители сказали сыну то же самое. «Пожалуйста, не надо все это бередить». Сергей посмотрел устало. «И Соне вопросов не задавайте. Я не хочу унижать ее слежкой и подозрениями». Но он и сам замечал, что жена стала возвращаться с работы позже. Сначала Соня объясняла это тем, что заглянула к подруге или навестила мать. Но потом стала являться домой часам к девяти десяти, уже без всяких объяснений. Детей из садика забирал отец. Он же и готовил ужин. Логично было бы поинтересоваться у жены, не встречалась ли она с Николаем. Но Сергей, показывая, что он не верит сплетням, не задал Соне ни одного подобного вопроса. Через несколько месяцев Соня была уже сама на себя не похожа. Она все время о чем-то думала, к семейным проблемам относилась безучастно. А весной, в один чудесный вечер, когда Сергей вернулся домой пораньше и надеялся взять семью и отправиться на прогулку, дети встретили его словами. «А мама ушла». «Куда ушла?» – не понял Сергей. «Привела нас из садика и велела ждать тебя. А сама взяла большую сумку и ушла. И сказала, что больше не придет. Мы теперь будем жить только с тобой», – объяснил Федор. «Вот». Настя протянула отцу листок бумаги. «Мы с Николаем уезжаем жить в соседнее село», – писала Соня. «Остаться я не могу, а поселиться по соседству и каждый день друг друга видеть было бы слишком больно. И тебе, и мне, и детям. Спасибо тебе за все и прости меня, если сможешь». Несколько дней Сергей провел как в оглушении, а когда стал приходить в себя, собрался и поехал к Соне. Она жила теперь вместе с Николаем в стареньком домике его бабушки. Николая дома не было, дверь открыла Соня. Сильно вздрогнула, увидев Сергея, и побледнела. «Отчего ты боишься меня?» – спросил он. «Разве я когда-нибудь сделал тебе что-то плохое?» «Нет», – с трудом ответила она. «Ладно, проходи. Я понимаю, что сбежала от тебя, как последняя трусиха. Надо все объяснить». «Может быть, не надо?» – мягко спросил он. «И ты просто вернешься к нам? Хотя бы к детям, если не ко мне. Я никогда не напомню тебе». Соня протянула руку, точно отстраняя его. «Нет, нет, я поняла окончательно, без Николая не могу. Я люблю его, как ты меня. Поэтому пойми и отпусти, душой отпусти совсем, навсегда». Больше Сергею сказать было нечего. Он вернулся домой, рассказал все родителям. «Я же говорила тебе, сынок!» – начала было мать, но отец накрыл ее руку своей. «Сейчас не время прошлое вспоминать и упрекать Сережку за ошибки. А детей растить мы, конечно, поможем». Так и пошло. Поселок маленький, жили друг от друга близко. Пока ребята ходили в садик, их забирала бабушка и до вечера приглядывала за внуками. Кормила, книжки им читала, штопала одежду, если было нужно. Когда Федор и Настя стали старше и пошли в школу, они уже сами после занятий приходили к бабушке и дедушке, готовили у них уроки. Сергей же прикладывал все силы, чтобы найти время для детей по вечерам. Сходить погулять вместе или просто поговорить. Хлопот у него хватало. Через несколько лет он был уже главой местной администрации. Заботиться приходилось обо всем поселке. Годы сменяли друг друга. Жизнь вошла в колею, сын и дочь подрастали. Настя постепенно становилась хозяйкой дома. Бабушка научила ее вкусно готовить, шить, вязать. Девушка следила за порядком. В комнатах было чисто и уютно. Федор никогда не отказывался помочь сестре, но предпочитал мужскую работу. Копал огород дедушки и бабушки, вместе с отцом делал ремонт, носил тяжелые сумки. Вот что касается детей, тут тебя Бог не обидел, говорила Сергею мать. Золотые ребята, видно, в тебя пошли. За это время Соня приезжала несколько раз, но не так уж много радости приносили ее визиты. Сергей уходил из дома в это время, слишком переживал. Федор и Настя не могли забыть, что мать оставила их, таких еще маленьких, ради чужого взрослого мужчины. Но отец просил вести себя вежливо, и они его слушались. Не грубили, не упрекали мать, но говорили ледяным тоном. Выглядела Соня неважно, она смотрелась старше своих лет. Привозила немудренные гостинцы, пакет с яблоками, домашние заготовки, мед. Дети брали, благодарили, отвечали на формальные вопросы матери. Как учитесь? С кем дружите? Все ли у вас хорошо? Ответы были лаконичными. Соню поили чаем, после чего она начинала собираться. Автобус в ее село ходил раз в день. «Ну что, мама?» спрашивал отец, вернувшись. «Как она себя чувствует? Не болеет?» «Все нормально», – сдержанно отвечала Настя. Детям вовсе не хотелось, чтобы их родители когда-нибудь воссоединились. Мать им заменила бабушка, и они были ей за это очень благодарны. Зато Сергею знакомые регулярно задавали вопрос. «Когда ты женишься?» «Давно пора. Ребята твои уже подросли. За тебя любая женщина пойдет. С младенцами нянчиться не надо. Ты серьезный, ответственный, заботливый. Зарабатываешь хорошо». Сергей только качал головой. Он не хотел еще раз пережить такую боль, какую испытал, когда его бросила Соня. Но однажды на свадьбе двоюродного брата женщине все же удалось привлечь его внимание. Сергей выступал в роли свидетеля, а Вера была свидетельницей со стороны невесты. Она вовсе не напоминала Соню, скорее была ее противоположностью. Высокая, темноволосая, с красивой стрижкой, одета просто, но с большим вкусом. Особенно же Сергею понравилась сдержанность Веры. Она была со всеми приветлива, улыбалась, но не пыталась заигрывать с мужчинами. Говорила мало, больше слушала. Почти не пила, только пару бокалов шампанского. Вера начала собираться раньше других. «Уже уходите?» Сергей почувствовал сожаление. «Да, не хочу надолго дочку оставлять. На улице уже темно, она не любит в это время дома одна сидеть. А добираться мне довольно далеко, несколько километров до соседнего поселка. Такси тут не вызовешь, так что буду ловить попутку». «Разрешите, я вас отвезу?» Вера улыбнулась. «Ну вот, скажут, свидетели сбежали». «Я быстро вернусь». Сергей довез Веру до дома, женщина его поблагодарила, и они расстались. Но этот вечер стал началом их отношений. Вера была разведена. Как и Сергей, она полюбила того, кого знала с детских лет. После школы оба уехали поступать в вуз, а когда оканчивали четвертый курс, расписались. Вера собиралась прожить со своим избранником всю жизнь. Родилась Любочка, и молодая женщина с удовольствием начала вить свое гнездо. Но неожиданно узнала об изменах мужа. Когда Вера начала сближаться с Сергеем, она рассказала ему об этом. «И что же вы не смогли простить мужа? Может, не стоило так рубить с плеча?» Вера внимательно посмотрела на него. «Знаете поговорку о том, что предавший раз обязательно предаст снова?» «Я думаю, измены повторялись и повторялись бы. А как это пережить женщине? Жене?» «Нет уж. Лучше надеяться только на себя». Вера вернулась в родной поселок, где ее ждал старый дом, доставшийся по наследству. Стала преподавать в школе биологию и географию. Дети ее очень любили. Но, конечно, молодой женщине приходилось нелегко. Вере удавалось держаться на плаву, так как у нее был ясный ум, она выросла трудолюбивой, хозяйственной. Хотя жилище было у нее весьма ветхим, в доме царил идеальный порядок. При этом тут было очень уютно. Хотелось сесть на диван, застеленный лоскутным пледом, и любоваться всеми этими мелочами. Вязанными салфетками, дорожками, вышивками, которым не было числа. А Вера накрывала на стол, и все тоже было со вкусом. Чай с травами, моченые ягоды, мед, еще теплые ватрушки с желтым творогом. Только тут, в этом доме, Сергей мог расслабиться, он будто сбрасывал с плеч десятки лет. Подружились и их дети. Настя была на несколько лет старше Любы, и Любаша потянулась к ней, как нередко тянутся младшие. Сама Вера детям Сергея тоже понравилась. Федор даже вздохнул. Эх, была бы у нас такая биологичка в школе, вместо нашей Анны Петровны. И поэтому, когда Сергей сказал детям, что собирается сделать Вере предложение, возражений с их стороны не было. «Пап, честно, мы рады за тебя», сказал Федор. «Она хорошая, правда. Только мамой я ее звать не буду, ты уж прости. Наша мама – это бабушка», подтвердила Настя. «Так, милые мои, вас никто не заставляет. Вы уже взрослые почти, прекрасно знаете невеселую историю нашей семьи, так что делайте, как вам удобно». Когда Сергей с Верой расписались, женщина вместе с дочерью переехала к ним. На удивление, все прошло без сложностей. Настя и Люба теперь жили в одной комнате, девочки прекрасно поладили. Отношения у Веры с детьми тоже сложились очень гармоничные. Она никого не выделяла, не делала разницу между своей и чужими, умела уважать мнение каждого и через некоторое время Федор и Настя уже искренне радовались, что у них появилась мачеха. Называли они ее тетей Верой, а вот Люба, которая отца своего не помнила, вскоре стала называть Сергея папой. Вера могла взять обеих девочек и в выходной отправиться с ними в город, сходить в парикмахерскую, заглянуть в магазины, посидеть в кафе. Домашние дела теперь делились на всех. Но Вера так умела все организовать, что каждый получал посильную для него работу и как раз ту, которую он умел выполнять лучше всего. Хорошо, как у тебя стало, Сереженька, говорила мать сыну. Зайдешь к тебе по выходным, пирогами еще на улице пахнет, а свитер тебе какой Вера связала, загляденье. Береги свою жену, на руках носи ее. А вот тут дело как раз обстояло не слишком хорошо. Снова став женатым человеком, Сергей невольно все время вспоминал первую супругу. Не задумываясь, говорил, «А мы с Соней? Соня делала так. В том году у Сони…» и тому подобное. Мелочи, казалось бы, но вода камень точит. И в конце концов Вера сказала, «Не хочу поступать, как Соня, поэтому предупреждаю, мы с Любочкой вернемся к себе домой. Ты живешь прошлым, а я не привыкла и не собираюсь привыкать к любовным треугольникам». Сергей извинялся, доказывал, обещал. Но Вера, обычно такая здравомыслящая, видимо, имела какой-то пунктик. Она не могла смириться с изменами, даже мысленными. Собрала вещи и вместе с дочерью вернулась к себе. Официальный развод не оформляли. Ни он, ни она не собирались вступать в новый брак и не было нужды им срочно становиться свободными. «Что ж ты наделал, отец?» упрекнул Федор. «Скоро нам с Настей начинать свою жизнь. Если бы ты жил с тетей Верой, мы бы были за тебя спокойны, а так…» Голос Сергея звучал виноват. «Если бы я знал, что у вашей матери все хорошо, может, мне легче было бы ее забыть. Но до меня доходят слухи, что не сладко ей живется. Работник в семье один. Она так и трудится продавцом в магазине. Кольку, если и возьмут куда-нибудь, то он тут же уволится и месяца не проработает. Пьет. Может, и руку поднять на жену. Но она же сама его выбрала!» Вмешалась Настя. «У нее были варианты. Или мы все, или этот отморозок. Николай ей дороже оказался». Тем не менее, когда через полтора года после этого разговора Настя вышла замуж, она все же пригласила мать на свадьбу. Но поставила условие. Без Николая. У Сергея защемило сердце, когда он увидел Соню. Вся какая-то съежившаяся, забитая. Она будто старалась быть как можно незаметнее. Села в уголке. Платьеца старенькое, выцветшее. Волосы уже заметно седеют. Соня даже не пыталась выглядеть моложе, привлекательнее. Сергей подошел, взял бывшую жену за руку, подвел к столу, усадил рядом с собой. «Что за жених у Настюши?» – спросила тихонько Соня. Дочка ведь ничего не сказала, только в кафе позвала свадьбу отмечать. «Прекрасный парень. Виктор, инженер. Работает на нефтепромыслах. Настеньку очень любит. После свадьбы они в путешествия поедут. В Италию. Уже сделали загранпаспорта». «С ума сойти!» – вздохнула Соня. «Пусть наши дети живут счастливее нас. А я никогда не была даже на нашем море, в Крыму где-нибудь». «Сонечка, как тебе живется?» – вдруг неожиданно для себя спросил Сергей. «Ты выглядишь какой-то усталой». «Да не усталой, а просто старухой. Как у меня на душе, так и выгляжу. Конечно, столько всего накопилось за эти годы, что износилось уже все. И тело, и душа. Сонечка, может, ты все-таки хотя бы теперь вернешься к нам, ко мне. Ты уже пожила так, как хотела, убедилась, что в такой жизни ничего хорошего нет. А я тебя люблю и никогда не упрекну за то, что ты уходила». «Надо же!» Соня взглянула на него, и он вдруг узнал ее прежнюю, такую, какой она была когда-то. «Столько лет любишь? Да тебе памятник ставить надо!» «Нет уж, Сережа, я дорогу свою выбрала. Для меня один мужчина есть на свете, Николай. И я буду с ним до тех пор, пока мы оба живы». «Да, он пьет и гуляет, и под лихую руку синяков мне наставить может. Ну что же, сердцу не прикажешь?» «Вроде бы ошибку я сделала, когда за тебя вышла и детей родила. Не надо было тебя мучить. Но как в такой ошибке раскаиваться, если дети замечательные выросли? Конечно, это твоя заслуга, но и мне на них глядеть радостно. Там, глядишь, и Федор женится. Похоже на то. По секрету могу тебе уже сказать имя невесты. Люба. Давно она ему приглянулась. Собирается, когда окончит институт, сделать ей предложение». Дома Сергей долго не мог уснуть. Он вспоминал поблекшую Соню, ее усталый взгляд, натруженные руки. В то же время он не мог забыть, какой она была раньше. Соня, насмешливая белокурая красавица, которая ничего не боялась. Рядом с ней было так легко и весело. Тогда... Да, тогда он был в нее влюблен. А теперь осталась только жалость. Но не из-за того, что Соня подурнела. Главное, сломалось внутренне. Готова была терпеть унижения и побои от ничтожного человека, от пьяницы, которой слова доброго не стоит. Такое чувство не заслуживает ни восхищения, ни уважения. Сергей вдруг понял, что чувствует ответственность перед Соней, как тогда, в детстве. Но это была уже не любовь. Он вспомнил о Вере и почувствовал, как ему не хватает жены. Вера не позволила бы себе ни дня остаться в таком положении. При воспоминании о ней сердце защемило от тоски. С Верой он мог посоветоваться, как с другом. Уверенная в себе, надежная, добрая. И на все у нее находилось время. И хозяйство вести, и о домочадцах заботиться, и за собой ухаживать. В ближайшие дни Сергей поехал к ней. «Возвращайся домой, Верочка», – попросил он. «Пусть у тебя тут живут Федор с Любой, а мы будем с тобой вместе. Не могу я без тебя. Понял, что люблю по-настоящему крепко. Душа покоя не находит, когда ты не рядом. Прости, что поздно это понял». Вера посмотрела ему в глаза. «А прошлое забыто?» «Навсегда». «Тогда пойдем», – сказала она. «Налью тебе чаю, попьешь, пока я собираю вещи». И Сергей пошел вслед за ней в дом, чувствуя, как ликует сердце, как разливается в душе теплая нежность и как хочется прижать к себе эту родную женщину и больше никуда не отпускать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова